Привет, ребята! Мы находимся в Cape Hatteras, Северная Каролина, и я достигаю новый кайт Slingshot RPM 2013. Мне он очень понравился. Slingshot RPM – превосходный кайт. Он лидер своей категории уже несколько лет. И самое главное, что в 2013 году они его не испортили. Многие компании знают, что они должны изменить что-то, и лучший вариант, когда дорабатывают недочеты, а не изобретают велосипед. 2013 RPM очень похож на кайт 2012 года, но изменились некоторые конструкционные технологии, которые требовали доработки. Теперь он стал более износоустойчивый. В прошлом году была проблема с молниями, и они их поменяли. Здесь вы видите, как усилен задний край кайта, а прежнему технология спидстрат, но шах кайта добавили больше до крона. И еще некоторые мелочи, которые вы не заметите на обывательский взгляд, и это даже хорошо. Это значит, что кайт отличный и очень надежный. И еще раз, RPM с тремя поперечными баллонами, это гибрид, так что у него поддержка переднего края, и задние стропы крепятся напрямую. Обратите внимание на форму уха, благодаря нему кайт стабильно тянет и в то же время быстрый. Иногда размеры кайтов не совпадают с впечатлением о нем, но это девятка, и ведет она себя как девятка. Приятно, когда размеры совпадают с ощущениями. Они это, наверное, называют поддержкой переднего края с суспензией. Я не совсем понимаю, как тут все работает, и мне не очень интересно, главное, что кайт хорошо летает. Здесь несколько мест крепления, и я думаю, лучше всего кататься с стандартной настройкой. На заднем крае тоже несколько настроек скорости поворота. На маленьких кайтах можно замедлить, но мне он показался не очень быстрым. Я просто катался, как было уже настроено. На нем стоит система One Pump и отверстие для накачивания и спуска. Все очень надежно и отлично работает. Здесь у нас новая планка. В 2013 году у Слингшота одна планка Компстик. Этой же планкой комплектуется Ралли. Это планка 17 дюймов и со стропами 20 метров. Планка 20 дюймов комплектуется стропами 23 метра. 23 дюйма планка. Для большого 14 кайта идет с 27-метровыми стропами. Начнем сверху. Этот шармир действительно хорошо работает. Он всегда работает, не было проблем, и я очень доволен. Центральные стропы очень прочные. На боковых стропах они зовут это О-шит-петля. Раньше за них цепляли страховку, но теперь их используют только для перезапуска кайта. Можно ее вытянуть, и так будет очень просто перезапустить кайт. Здесь посередине приятное покрытие, если браться в анпукте. Веревка не будет тереться о палец. Сброс Компстик, система страховки под планкой, такая же, как и раньше. Теперь цвета ярче и легче определить стороны планки. Еще одна особенность, которую вы заметите у РПМ, это его стабильная тяга. Он хорошо тянет в ведровом окне и очень-очень стабильный над головой. Этот кайт подойдет продвинутым райдерам, но мы даем его и новичкам. На нем хорошо делать агрессивный фристайл, вейкстайл, вейкстайл, вейкстайл. Но даже если это будет ваш первый кайт, то не бойтесь его. Его легко перезапустить, но нужно соображать как. Если не хотите об этом думать, то присмотритесь к ралли. Он очень удачен в 2012 и 2013 году, но это два разных кайта. РПМ это кайт с высокими характеристиками. Три поперечных баллона и он легкий. А ралли это пять поперечных баллонов, очень стабильный. Немного больше нагрузки на планке, но зато перезапуск очень легкий. Если вы только начали и не хотите быть хардкор райдером, то вам подойдет ралли. Если хотите прогрессировать, то берите РПМ. Представленное оборудование в этом видео можно приобрести в официальном представительном магазине kite.ru или у регионального представителя.